Абхазия, Сочи и юг России – это армянские земли. Вот, видимо, армяне наконец-то приближаются к своей исторической цели по выходу к морю. А точнее армяне везде и всегда утверждали, что в очень античные времена имели так называемую армянскую империю «от моря до моря». Хотя исторически известно, что армяне никогда не имели такой империи. А то, что приписывают к себе эту империю, на самом деле была Парфянской империей. Которая просуществовала более 500 лет. В борьбе с такими великими империями, как Сасанитская, Римская, Ассирийская и другие. А Тигран, как Вачаган, Аршак и другие чисто парфянские имена, а не армянские. Но также факт в том, что фактически в те древние времена армяне как нация еще и не сформировалась. А были хаи, одни из многочисленных жителей региона в Малой Азии называемой местностью Арменийской Нагорьи. И слово Армения и народ армяне исходит от географического названия этого Арменийского Нагория. Впоследствии после прихода и захвата этого региона, хаифы стали на русском звать армянами и Арменией. И очень смешно и убого выглядят армяне, когда утверждают о своем несуществующем величии как государств. Во, называя ее «великой Арменией» от моря до моря. Хотя ее правильнее назвать ее от «лужи» до лужи. А их воображение о своем «величии», древности и ума – всего лишь мифы, легенды и сказки больных шизофреников в своей больной фантазии и самообмании. Но армяне не только себя обманывают этими выдумками, но пачуют и всю мировую общественность. Навязывая через средства массовой информации, навязывая свою живую идеологию и пропаганду. Которую армяне окутали почти весь информационный сегмент и особенно телевидение. И особенно сильно это проявляется на российском телевидении и в политических ток-шоу. Именно эти армянские пропагандисты фактически и формируют общественное мнение российских обывателей своими мифами, легендами и сказками об армянском несуществующем «величии», древности и ума. Да была у армян, а точнее Хаев два отрезка государственности. Но оно не было такой великой, о котором они на каждом шагу кричат. А была история армян полного унижения и без государственности. В большей части своего существования. Взять хотя бы последние тысячи лет армянской вассельности и неимения государства до начала 20 века на землях Южного Кавказа и в частности в Карабахе. И смотря на армян в истории своего существования как народа, то приходишь к такому выводу. Что армяне всю свою историю прожили при церкви, где всегда оплакивали свою горькую судьбу. Вот так и живут армяне и в данное время. Больше с невзрачным прошлым и не имеющие светлого будущего. А то, что имеют в данное время армяне, так это страну-форпост Армению. И именно Российская империя создала это армянское государство на Южном Кавказе. Массово переселив армян в бывшее Ириванское ханство из Ирана и Турции, этим царская Россия подселила к нам в соседи фактически вирусную бациллу с агрессивным и захватническим характером. И недаром в начале 19 веке в послании к императору России писатель и посол России в Иране Александр Грибоедов в своем послании предупреждал императора. Что ни в коем случае нельзя армян переселять на юг России. Так как со временем армяне, укрепившись на этих землях, закопав хачкары, построив церкви, начнут претендовать на эти земли. При этом утверждать, что эти земли всегда были исторические и принадлежали древним армянам. И эту сцену мы уже наблюдаем в данное время. Армяне очень сильно укрепились на юге России. И уже фактически потихоньку приступили в приватизации этих земель и предъявлении на эту землю свои права. Мы прекрасно знаем, что армяне активно участвовали в исходе грузин из Абхазии. И в данное время составляют почти половину населения Абхазии. А по некоторым данным армяне активно увеличивают свое население. Где уже Абхазы составляют меньшинство Абхазии. По информации армяне уже выдвигают идею автономии и претензии на власть. А район Сочи, Адлера и побережье Черного моря фактически стало в большинстве с армянским населением. И этот процесс с эмиграцией армян из Армении активно увеличивается в пользу армян на юге России. Становится также ясно то, что армяне фактически стали хозяевами не только побережья Черного моря, но и всего юга России. И по некоторым данным в настоящее время по данным статистики армяне составляют почти от 25 до 30%. Но кроме того армяне активно меняют прежние названия населенных пунктов на армянские. Взять к примеру хотя бы то, что недавно жители поселка Альтмецом, который состоит из армян, потребово. Ли от городских властей города Сочи переименовать этот поселок на новое название – Нор-Луис. И этот процесс имеет продолжение к увеличению. Ведь у армян в Ростовской области есть армянский «Новый Нахичеван», а в Краснодарском крае армянский «Армавир». Не говоря о других небольших поселках и селениях. И этот процесс армянизации юга России все больше набирает оборот к увеличению. Но самое страшное то, что эти фактические сепаратные устремления поддерживают и некоторые русские политики и историки. Взять хотя бы нового проармянского пропагандиста и большого друга армянских сепаратистов, террористов, агрессоров, оккупантов Николая Платушкина. Этот большой армянофилый Азербайджанофоб в одном из передач заявил, что оказывается армяне на юге России жили раньше, чем русские. И поэтому на эти земли имеют не меньше прав. И вот с такой поддержкой типов, как Платашкин, думаю, что недолго нам ждать то время, когда армяне объявят это магическое слово «Миацум». И начнут свой план по оккупации юга России с воссоединением с матерой родиной Армении. А я, как азербайджанец, двумя руками поддержу армяны этот захват под вывеской «Миацум» юга России. Чтобы те русские во власти и часть народа на своей шкуре почувствовали и испытали на своей шкуре, что такое арм. Янские претензии на чужие земли своих соседей. И думаю, что многие в Азербайджане будут со мной в этом согласны и поддержат меня. Может быть тогда русские осознают, что такое армянский ползучий сепаратизм и претензии на чужие земли на своей шкуре. А ползучая армянская аннексия и прихватизация чужих земель дают свои плоды. И все это мы видим на примере Абхазии, побережья Сочи, Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области. Где свою пропаганду ведет большой русский патриот, старый маразматик Пердун, никчемный писак и ПР. Оста больной армянский эпиденчик Левик Ванин. Но факт остается фактом. Если не остановить эту армянскую гидру под названием армянский сепаратизм и терроризм политический. То возможно скоро мы увидим армянский юг России с выходом на Черное море. И скорее исчезнет армянский народ из этого региона под названием Кавказ. Но никогда не исчезнет видимо мечта армяна создание так называемой «Великой Армении» от моря до моря. А пока что армяне довольствуются идеей от «лужи» до лужи. Хотя это великая идея всего армянства, но видимо не удовлетворенная в эту идею полностью. Ясно также и то, что армяне никакие не «древние», «великие» и тем более умные. И к такому мнению я прихожу смотря на маленькую, бедную, нищую, папрошеку, несостоявшую, неразвитую и просто бездарную Армению. И хочется спросить у армян. Если вы действительно такие так называемые «самые-самые», то где оно, на примере нынешнего форпост Республики Армении? Или вы армяне успешные и состоявшие только в других странах? Но почему-то только не в Армении. Может быть кто-то ответит мне из армян. Автор Габель Мирзоев. Автор Габель Мирзоев. Автор Габель Мирзоев.